Канал МашНьюз представляет очередной дайджест новостей промышленности России за прошедшую декаду. Вы узнаете о завершении заводских доводочных испытаний и перелете в 6000 километров с единственной промежуточной посадкой импортозамещенного Суперджет 100, о новом сверхлегком четырехместном самолете Альфа КМ от Кизлярского электромеханического завода, а также об исполнении ЦНИИ-ТОЧМАШ государственного контракта на поставку пистолетов SR-1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов SR-2М «Вереск». Мы расскажем также о мировой премьере нового карьерного самосвала «Атлант-50» от КАМАЗа и об освоении производства модели двигателя мощностью 450 л.с. тутаевским моторным заводом. Прицентр Пау Яковлев сообщил, что опытный образец ближнемагистрального самолета Суперджет 100, в котором вместо импортных установлено отечественное авионико, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, а также система электроснабжения, завершил программу заводских доводочных испытаний и прибыл на аэродром Громова в Жуковском, где пройдет подготовка лайнера к летным сертификационным испытаниям. Суперджет 100, собранный в производственном центре Яковлев в Комсомольске-на-Амуре, совершил перелет в 6000 км с единственной промежуточной посадкой в Новосибирском аэропорту Толмачева. Генеральный директор Пау Яковлев Андрей Богинский отметил, что когда двигатель ПД-8 пройдет запланированное дополнительное испытание, к полетам присоединятся еще два опытных борта. Всего нам предстоит выполнить более 200 испытательных полетов, чтобы на 200% убедиться в безопасности самолета для будущих пассажиров. Заслуженный летчик-испытатель России Леонид Чекунов, пилотировавший самолет, сообщил, что перелет прошел отлично, нареканий по работе бортовых систем нет. Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету, на эшелоне 11 км и скорости свыше 800 км в час. Дагестанский концерн «Кизлярский электромеханический завод» представил в Кизляре новый сверхледкий четырехместный самолет «Альфа КМ», сообщает ТАСС. Многоцелевой двухдвигательный самолет «Альфа КМ» может быть использован в санавиации и гражданской авиации. Это сверхлегкий аппарат, общий вес которого составляет всего 870 кг. «Альфа КМ» — усовершенствованная версия «МАИ-411». Так, благодаря использованию композитов, машина стала на 250 кг легче предшественника. Самолет оснащен инжекторными двигателями и системой автопилота. Работает на 95-м бензине. Дальность полета увеличена до 1600 км. Максимальная скорость — 310 км в час. Читайте краткий обзор ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения концерна «Калашников» Всполнил государственный контракт на поставку пистолетов SR-1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов SR-2М «Вереск», сообщила пресс-служба концерна. SR-1МП «Гюрза» — это модернизированная версия SR-1, созданная с ней точмаш в 1995 году по опытно-конструкторской работе «Грач». Пистолет рассчитан на широкий спектр патронов 9х21 мм с бронебойными, трассирующими и экспансивными пулями. Прицельная дальность 100 метров патроны повышенной эффективности пробивают бронезащиту до второго класса включительно. Масса пистолета без патронов 900 граммов, емкость магазина — 18 патронов. SR-2М «Вереск» — усовершенствованный вариант SR-2, разработанный с ней точмаш в 2000 году. Это сверхмощный пистолет-пулемет позволяет решать практически все огневые задачи и обладает мобильностью и компактным размером, высоким темпом стрельбы, возможностью применения всей номенклатуры отечественных патронов калибра 9х21 мм и способен пробивать бронежилет второго класса защиты, поражая цели на дальности до 200 метров. Специалисты полагают, что SR-1МП и SR-2М обладают лучшими характеристиками среди высокоточного стрелкового оружия в мире. Также пресс-центр концерна «Калашников» сообщил о завершении отгрузки партии автоматов АК-12 в рамках дополнительного контракта с заказчиком. По сравнению с 2023 годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в два раза. Автомат «Калашникова» АК-12 калибра 5.45 — самое современное индивидуальное автоматическое и стрелковое оружие в Вооруженных силах России. Модель отличается от предыдущих поколений АК, повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью применения в любых условиях. Мировую премьеру нового карьерного самозвала «Атлан-50» провел КАМАЗ на прошедшей в Москве выставке «Майнинг Ултраша-2024», сообщил всероссийский автомобильный портал «Дромру». Машина с колесной формулой 6х4 может работать при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а значит одинаково подходит и для Сибири и для Африки. Кабина типа К5 обладает спальным местом. Диаметр колес больше, чем у дорожных грузовиков, поэтому лестница для посадки в кабину смонтирована за передними крыльями. Самозвал оснащается 13-литровым турбодизелем КАМАЗ-Р6, разработанным совместно с немецкой швейцарской фирмой Липхер, и 7-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач с ретардером и двухконтурным теплообменником. Грузоподъемность задней балансированной подвески 50 тонн. Также пресс-центр КАМАЗа сообщил, что на Тутаевском моторном заводе, дочери на предприятии КАМАЗа, освоили производство новой модели двигателя мощностью 450 лошадиных сил. Первые 10 агрегатов уже отправили заказчику. На создание двигателя для нового гусеничного бульдозера коллектив ТМЗ работал с 2022 года. Был проведен комплекс опытно-конструкторских работ, собраны два опытных экземпляра двигателей. Новый бульдозер впервые представлен на выставке «Стройдороэкспо-2023». Благодаря мощному двигателю и оптимальной массе обеспечивается максимальная производительность гусеничного бульдозера в сложных условиях эксплуатации. Читайте краткий обзор ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». В Стрельне под Петербургом на территории особой экономической зоны открылся центр аддитивных технологий, построенный компанией «Лазерные системы». Производство обладает высокотехнологичными 3D-принтерами, которые печатают металлические комплектующие и детали сложных форм. Процесс печати на таком 3D-принтере выглядит как лазерная гравировка. На самом деле лазер прижигает будущие детали на услой металлического порошка. Через два дня из этой камеры достанут 99 форсунок высотой в 3 см. На сегодня это все. Вашему вниманию были представлены только несколько значительных событий. О других канал ваш Ньюс расскажет в следующих выпусках. Мы продолжим следить за развитием технологий в России и в мире. Чтобы не пропустить актуальные новости, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok